Глава региона посетил одну из молочно-товарных ферм. Сейчас-то насчитывается больше полусотни дойных коров. За год буренки дают не меньше 360 тонн молока. В ближайшее время планируют наращивать мощности. Ферма вошла в состав сельхозкооператива. Вы считаете, что кооператив – это та форма, которая сегодня максимально должна дальше развиваться на селе? Мы говорим сейчас про сельхозьих хозяйственных районов. Я думаю, да. Потому что я эту структуру понял для себя не так давно, год назад, скажем так. И, в принципе, мы работали в кооперативе, только это так не называли. Мы жили в кооперативе. А кооператив – это юридическая форма наших отношений с ним. Сейчас в рамках договоров вы закрепили свои отношения. Да, вообще, то есть это идеальная форма для возрастущей для нас. Я очень принципиально согласен. В рамках собственной экономики и ЛПХ, и фермер, поверьте, если и проживет, то недолго или не так богато. Все равно единственный способ дальше им быть устойчивыми на рынке – это кооперация. Только кооперации, потому что все равно должны быть объединены для того, чтобы успешно защищать свои интересы на рынке и дальше двигаться в сторону того, чтобы освобождать для своей продукции на рынке те или иные ниши. Также во время рабочей поездки Вениамин Кондратьев оценил производство стеновых и кровельных панелей. Плиты используют при строительстве быстровозводимых зданий. Основной рынок сбыток – Краснодарский край, Ставрополь и Ростов-на-Дону. В прошлом году предприятие получило субсидию на возмещение части затрат, а уже сегодня там готовы расширять производство, чтобы полностью закрыть потребности региона в строительных сэндвич-панелях.